Добрый вечер! Время новостей на Первом канале. С вами Надежда Вербицкая и главные темы этого дня. Время новостей на Первом канале. Особенности интернационального поступления. Зарубежные вузы вот-вот начнут прием заявок. Как сделать ответственный шаг в перспективное будущее в нашем выпуске через несколько минут. Закон о госбюджете на будущий год принят сегодня депутатами парламента в Первом чтении. Документ предусматривает меры социальной политики, а также десятки проектов развития инфраструктуры и сельского хозяйства. Доходы превысят 44 миллиарда леев, расходы 51,5 миллиард. Дефицит составит более 7 миллиардов, две трети из которых покроют из внешних источников. Авторы закона о бюджете не скрывают. Документ социально направленный содержит много мер по защите населения. В следующем году более 70 проектов будут внедрены на средства извне. Львиная доля из них касается развития инфраструктуры. Это потребует свыше 3 миллиардов леев. Депутаты-социалисты попросили авторов изыскать средства для пополнения фонда сельхоздатаций, тем более что ответственное учреждение объявило о накоплении долгов. Партия бунная проектова является что фондов для собеседения инфраструктуры на 950 миллиарда, а в 1 миллиард. Для этого года 2019 года будут acumули датарии на фондов для собеседения инфраструктуры на 650 миллиарда. Это у доля, но это возможно, чтобы соблюдать этот фонд Макаркушева, потому что это домен и о рамуре основной в республике Молдова. Парламент утвердил также в первом чтении проект бюджетно-налоговой и таможенной политики. Среди основных положений – сохранение 12-процентного подоходного налога для физических лиц и ставки НДС и акцизов, за исключением автомобилей класса «Люкс». В следующем году повысятся как пенсии, так и госпособия. Такие изменения предусматривает закон о бюджете социального страхования, также сегодня утвержденный в первом чтении. Документ содержит ряд новых социальных мер для малоимущих. В первом же чтении утвердили закон о фонде медицинского страхования. Документ «Люкс» Это же сумма предусмотрена в расходной статье. Министр здравоохранения труда и социальной защиты Виарико Думбровяну заверила, что несмотря на слухи, пенсии не понизят. Документ «Пенсия меди прогнозата» Депутаты утвердили в первом чтении закон о фондах медицинского страхования. Документ предусматривает доходы в размере 8 миллиардов 300 миллионов леев, что на 11 с лишним процентов больше, чем в прошлом году. Из этих денег более 430 миллионов выделят на модернизацию больничного фонда, а на модернизацию здравоохранения предусмотрено 76 миллионов. Фонд компенсированных лекарств составляет 655 миллионов. Кроме того, стоимость обязательной медицинской страховки не изменится и составит по-прежнему 4056 леев. Президент Игорь Дадон – лидер симпатий сограждан. Ему доверяет каждый второй житель Молдовы. Об этом говорят данные опроса социологической компании «Фонда общественного мнения», который был проведен с 23 по 30 ноября. Опросили 1200 респондентов. Свежеиспеченный примар столицы Ион Чабан занял в этом рейтинге второе место. С результатами исследования знакомит Дину Руснак. Дина, тебе слово. Здравствуй, Надя. Здравствуйте, дамы и господа. По данным опроса, Игорю Дадону доверяет 51% респондентов. Это действительно практически каждый второй житель страны. Ион Чабан получил 43% голосов. В шестерку лучших также попали председатель парламента Зинаида Гречанная и глава Кабмина Ион Кику. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, социалистам достались бы 46% голосов. С большим отрывом далее следует ПДС по ПДП и ДПМ. На вопрос, какие партии вызывают у вас наибольшие симпатии, в пользу социалистов высказали 49%. Участника вопроса попросили также оценить деятельность правительства Ион Акику. Каждый третий выразил уверенность, что с тех пор, как новый Кабмин начал работать, все идет в правильном направлении. Каждый второй опрошенный доверяет институту президента. Далее следует правительство 43% и парламент. В отношении внешнего вектора страна по-прежнему делится на два почти равных лагеря. 36% выступают за сближение с Западом, 34% – с Россией. Примерно те же пропорции соблюдаются в отношении присоединения к Европейскому и Евразийскому союзу. Остается только повторить, что для сбора этих данных сотрудники социологической компании Фонда общественного мнения в период с 23 по 30 ноября опросили 1200 человек. Исследования провели по заказу сайта «Политикс МД». Уровень погрешности стандартный – почти 3%. Внешний вектор не меняется. В том же опросе у респондентов спросили, хотят ли они, чтобы Молдова вступила в НАТО. Оказалось, что 57% категорически против, а 26% только об этом и мечтают. Кроме того, почти 60% респондентов не желают объединения с Румынией. Другие 29% напротив хотели бы стать частью соседнего государства. В то же время подавляющее большинство, то есть около 70% жителей страны, хотят, чтобы официальным языком здесь был молдавский. И только 30% выступают за румынский язык. Новые проекты для Кишинева. Таков итог визита столичного примара Иона Чабана в Бухарест. Одно из зданий лицея Георгия Осаки отреставрируют полностью, а парк Халунилул на Буйканах восстановят при содействии властей румынской столицы. Кроме того, чиновники из Бухареста обещают очередные подарки в виде автобусов и медицинского оборудования, которые доставят в Молдову уже в ближайшее время. Дискуссия о ремонте старого здания лицея имени Георгия Осаки Ион Чабан вел с мэром первого сектора Бухареста Даниэлем Тудараки. Стоимость проекта достигает 62 миллионов леев. Кишиневская мэрия покроет расходы на проведение технической экспертизы и исполнительный проект, а также разработку проекта и документации сметы расходов. Ранее, благодаря отношениям между притурой центрального сектора Кишинева и первого сектора Бухареста, была отремонтирована гранитная лестница в парке Валя Морилар. В Бухаресте также было подписано соглашение о сотрудничестве мэрии шестого сектора Бухареста с Буйканской притурой Кишинева. Благодаря соглашению и при поддержке мэрии шестого сектора восстановят парк Халунилул. Проект предусматривает строительство фонтана, установку системы орошения, освещения и скамеек. Здесь также обустроят летний театр, спортивные и детские площадки. Это соглашение также предусматривает обмен опытом и внедрение проектов, представляющих взаимный интерес. Иван Чебан провел также встречу с заместителем мэра Бухареста, Саурелианом Бадулеску. Дискуссии были сосредоточены на вопросах инфраструктуры, таких как столичный роддом номер два и муниципальная библиотека имени Багряна Петричей Кухашдеу. В то же время румынский чиновник пообещал, что в ближайшее время в Кишинев доставят автобусы и медоборудование. Иван Чебан объявил, что на следующей неделе в Бухарест отправятся эксперты для обмена опытом в разных сферах. Градоначальник обещает вскоре вернуться в столицу Румынии. Здесь планирует провести вечер, посвященный Кишиневу. Раду Ребежа может стать первым футболистом в молдавском парламенте. Известный спортсмен, следующий в списках демократов, фракция которых лишилась одного депутата. Константин Ботнер сдал мандат и объявил, что сегодня его последний рабочий день. Отказался от депутатского кресла в пользу Примарского и его однофамилец Александр Ботнер. Этот депутат на местных выборах был избран главой Хынчешт. Таким образом, в 38-м округе придется провести новое голосование. Нехватка рабочей силы и неразвитая инфраструктура – одна боль на всех. На эти проблемы жаловались премьеру Иону Кику, предприниматели и чиновники всех рангов из Шелдонежского района. Глава Кабмина сегодня выехал на места, поговорил с людьми, пообещал найти решение. Рабочий визит начался ранним утром на хлебокомбинате райцентра, где премьер обсудил с руководством предприятия проблемы и планы развития. Глава предприятия Ион Брадецкий говорит, что у него около 90 работников, которые ежедневно производят примерно 10 тонн хлеба и кондитерских изделий. Рабочих рук не хватает катастрофически. Квалифицированные специалисты на вес золота. В ходе визита Ион Кику посетил и местную фабрику по производству семян. На предприятии, открывшемся в 2001 году, 40 сотрудников, которые производят более 1500 тонн семян кукурузы в год, 70% из которых экспортируют в Белоруссию, Россию и Казахстан. Премьер пообещал предпринимателям полную поддержку, отметив, что качественное развитие инфраструктуры возможно только благодаря сотрудничеству властей и деловых кругов. В том же он заверил и глав местных администраций. Они рассказали о своих многочисленных проблемах. Большинство связаны с ремонтом дорог, обеспечением питьевой водой и детсадами. Визит премьера в Шалданишты завершился посещением местной музыкальной школы. Ее зданию более 130 лет и оно нуждается в капитальном ремонте. Глава правительства пообещал вскоре найти решение. Руководство 13-й тюрьмы направило в Кишиневскую апелляционную палату ходатайство о приостановлении и исполнении решения суда об условно-досрочном освобождении экс-премьера Влада Филата. Пресс-секретарь департамента пенитенциарных учреждений Олег Пынтя пояснил, что после изучения решения об УДО был обнаружен целый ряд недочетов. Например, неверно рассчитан срок фактического отбывания наказания. Осталась незавершенная также индивидуальная программа. Реакция адвокатов пока неизвестна. Напомним о том, что решение суда сектора Чикана об условно-досрочном освобождении Филата будет опротестовано, ранее заявил глава Минюста Фадей Нагачевский. Именно он отправил в отставку руководство 13-й тюрьмы после того, как 3 декабря стало известно об освобождении политика. Житель Криулян, пытавшийся из ревности убить свою сожительницу и двух ее приятелей, попал в тюрьму. Суд приговорил его почти к 9 годам лишения свободы. 41-летнего осужденного задержали в августе этого года после пьяной ссоры с возлюбленной и ее друзьями. Он напал на них с ножом, рассердившись за непочтительное отношение к даме. О других случаях криминала в подборке новостей короткой строкой. Водитель не соблюдал дистанцию и врезался в легковой автомобиль, ехавший впереди. ДТП произошло на столичной улице Николая Тестимецану. Полиция не выехала на место происшествия, так как водители решили урегулировать конфликт мирным путем. Около 40 взрывоопасных объектов уничтожили в прошлом месяце саперы национальной армии. По словам их главы Адриана ФРС, большинство предметов, в том числе артиллерийские снаряды и мины, жители Пухачанного Анинского района обнаружили на сельхозугодиях. Боеприпасы со времен Второй мировой войны. С начала года саперная служба национальной армии выявила и ликвидировала более 7600 взрывоопасных объектов в Новоаненском, Каушанском, Греулянском и Ханчешском районах, а также в муниципиях Бильцах и Кишиневе. В 2019 году в Кишиневе произошло 936 дорожно-транспортных происшествий. 420 инцидентов по вине пешеходов, которые пытались перейти улицу в неположенном месте. При этом 17 из них – дети. 117. В результате халатного отношения к правилам дорожного движения пострадали более 1100 человек, чья невнимательность и увлеченность смартфонами приводят к трагическому исходу вопрос спорный. Пешеходы уверены, что виноваты водители, шоферы пеняют на пешеходов. И все вместе на условиях, в которых и тем, и другим приходится передвигаться. Продолжение следует... Внезапно переходят дорогу везде. Не только по пешеходным переходам, но куда ни попадя, как ни попадя. И чаще даже не смотрят. Играют в телефон. Они идут рядом с пешеходным переходом. Не соблюдают. Вообще не смотрят. Когда идешь даже по пешеходному переходу, нужно смотреть в оба. Прошел половину пути, остановился, посмотрел. Потому что у нас тоже есть и летчики хорошие. Те, кто передвигается по городу на своих двоих, уверяют, что иногда кажется, будто водители объявляют охоту на пешеходов. Да, было дело. Я переходил дорогу, и он на меня попер. Я даже ставил руку на капот. И показывал, куда ты едешь. Ну, бывает, может, спешат, может. Всякое бывает, знаете. Ну, иной раз очень ужасно себя ведут. Просто боишься переходить. Несколько раз останавливаешься, удостовериться, что тебя пропускают просто. Мир без зебры. Я, как, требует стреку к хорошему роду, а он стоит у машины без зебры. Что-то после встречи. Он видит, что не требует своего пряск. Он сажается без зебры. К ней семафору видит, что машина без зебры. Лу-ми муты. Опытные водители советуют надевать светлую одежду и прикреплять к ней светоотражающие знаки. Так водитель заметит пешехода издалека и успеет среагировать, тем более на неосвещенных участках. Пешеходы в ответ напоминают водителям, что светлая одежда – не самое практичное решение для тех, у кого нет своего автомобиля, и советуют шоферам быть внимательнее. Полиция же рекомендует родителям и преподавателям регулярно повторять с детьми правила дорожного движения и, главное, подавать им хороший пример. К водителям зима, как всегда, приходит неожиданно. А потому первый мороз всегда доставляет автолюбителям массу проблем. К сожалению, в Молдове культура ухода за своим железным конем пока оставляет желать лучшего. По словам экспертов, только 40% автовладельцев подходят к вопросу ответственно. Между тем, именно зимой проявляются все слабые места транспортного средства. Во-первых, это аккумуляторная батарея, которая первая дает о себе знать. Еще один немаловажный фактор – это даже элементарные масла. Масло двигателя, масло в коробке передач и масло в других агрегатах. Очень немаловажно поменять, потому что тормозную жидкость нужно вовремя проверить, потому что это тоже немаловажный элемент. Не все знают о том, что зимой нежелательно ездить с пустым баком. При низкой температуре на стенках образуется конденсат, который замерзает и блокирует подачу горючего к двигателю, а его ремонт влетит в копеечку. Не стоит тянуть и с резиной. Качественные, надежные и вовремя помененные шины – уже полдела. Если мы дошли до элементарного, ну, скажем, до половины, желательно все-таки менять резину, не оставлять. Потому что через какое-то время она начинает дубеть, она становится как пластмассовая. И даже если хорошая на взгляд резина, она может и не быть такой эффективной. Опасность может пригреться и уснуть под капотом. Крысы, кошки и даже собаки в поисках тепла забираются поближе к двигателю. Невнимательные водители могут не только нанести серьезный урон животному, но и самой машине. Раз уж поднимаете крышку, не поленитесь самостоятельно проверить состояние вашего авто. От чего начинаем? Не замерзайку. То есть специальная жидкость для чистки лобового стекла. Не поленитесь сами проверить или залить ту жидкость. Не ждать на дороге, когда она закончится, и ехать с грязным лобовым стеклом. Тоже масло. Открыли, посмотрели, есть ли масло в моторе или нет масла в моторе. Рыночная стоимость антифриза начинается с 30 леев за литр, а незамерзающую жидкость для омывателя можно купить от 50 леев за 5 литров. Готовя свой автомобиль к зиме, не забывайте и про джентльменский набор. Трос, скребок, лопату и пару килограммов соли. Они могут как нельзя, кстати, прийтись, когда выпадет снег. Подножный корм закончился. Для диких животных наступили суровые времена. Если не поддержка лесников, многие зиму не переживут. Сотрудники заповедника плавил фагул и допустить этого никак не могут, ведь в их дремучих лесах водятся очень уж редкие экземпляры. Как обычно, братьям нашим меньшим подготовили разнообразное меню, сбалансированное и адаптированное ко вкусам каждого обитателя леса. У кормушек конфликтов не случается. Всем известно, друг познается зимой. 60 тонн сена, 30 тонн жмыха и около 3 тонн соли до конца зимы должно хватить. В заповеднике плавил фагул и подкорм животных начали еще в ноябре. Каждый день лесники грузят телеги и прицепы тракторов и с самого раннего утра отправляются в 35 уголков дремучего леса, туда, где установлены кормушки, к которым приходят оголодавшие обитатели леса. Соль для копытных – средства выживания. Без минералов животные слабеют и гибнут. Еще один источник витаминов – силос. Кормушкам зимой животные приходят регулярно, как по расписанию, и это лучший момент для того, чтобы вычислить их численности, состояние здоровья. Здесь, в отношении хранителей, есть и один, так называемый, турнир в веке. Здесь, в заповеднике, поддерживают немало видов, занесенных в Красную книгу. Фонд форестер на резервации Плайфаглой, это черпы, нобил, в номер 110-120 см, черпы, петты, 30-40 см, каприору, 220-240 см, и мистец, около 80-90 см. В этом году на запас корма для животных заповедник Плайфаглой выделил более 120 тысяч леев. Стабильная работа в стране есть у 910 тысяч жителей Молдовы. И, судя по статистике, за июль-сентябрь 2019 года примерно 80% из них трудятся в сфере услуг и в сельском хозяйстве. На агросектор приходится 22% экономически активных граждан, на сферу услуг – 55%. На третьем месте работники промышленности и строительства. 7 из 10 молдаван трудятся в частных компаниях, а еще 27% – бюджетники. Из общего числа работников свыше 9% трудились неофициально, то есть получали зарплату в конвертах. В основном это люди, занятые фермерским трудом. По последним данным, в стране зарегистрировано более 37 тысяч безработных. Доставить радость самым маленьким, хотя до Нового года еще далеко, для многих малышей особенно важно почувствовать атмосферу праздника. С игрушками, книгами и праздничным угощением Дед Мороз и Снегурочка посетили детский республиканский реабилитационный центр. Мероприятие было организовано при поддержке благотворительного фонда «Динсуфлит» и супруги посла Китая в Молдове. В этом центре ежедневно проходит лечение 150 маленьких пациентов. Дети разных возрастов с психическими или двигательными расстройствами забывают обо всем, забавляясь приключениями сказочных героев. Мы видели, что эти дети загорелись глазки, когда вышли Дед Мороз и Снегурочка, когда получили подарки. Для нас очень важно, что мы сегодня смогли и сделали им праздник. Серые будни в больничных стенах, долгие часы неприятных процедур, горькие лекарства – все забылось, когда зазвучала музыка и начался хоровод. Ну а спектакль тоже своего рода лечение, только душевное. Этому центру также подарили пять компьютеров, чтобы дети могли развивать мелкую моторику рук. Эту жизнь они увидели с изнанки. Судьба не была щедра с этими детьми. Настоящий праздник многие из них видят впервые и наверняка запомнят на много лет. В детском реабилитационном центре ежегодно проходят лечение 2400 ребят со всей страны. Российская национальная премия «Студент года» в 2019-м досталась нашей соотечественнице Елены Кожухари. Студентка третьего курса Московского экономического университета имени Плеханова за годы учебы собрала неимоверное количество наград в Олимпиадах разного уровня. Поступила в Москву сразу по окончании Кишиневского лицея Петру Мавилы. Подать документы в российский вуз и получить свое шансное перспективное будущее готовы сотни молодых людей из Молдовы. Однако поступить в иностранный университет – это целое искусство. В первую очередь это для меня новый опыт был. То есть я понимал, что попадая в другую среду, я буду чувствовать себя совершенно иначе. И это позволит мне, ну скажем так, понять как минимум, как я веду себя вдалеке от, скажем так, дома, родителей. То есть почувствовать себя личностью. Во-вторых, понять, насколько я смогу там выжить, то есть самостоятельно опять же. То есть это вначале, если я получал какую-то финансовую поддержку от моих родителей, то после я уже как можно быстрее старался выйти на какую-то самостоятельность, независимость. И во многом как раз таки обучение за рубежом, то есть где-то вдалеке и помогает в этом. Сегодня Фёдор Кулев, студент высшей школы экономики в Москве, готов делиться опытом с теми, кому поступление только предстоит. Говорит, абитуриенты из Молдовы чаще всего стремятся в Санкт-Петербург, Москву и Екатеринбург. Отправить документы можно как напрямую университету, где сразу рассмотрят кандидатуру студента, так и через Российский Центр науки и культуры. Тем, кто стремится на Запад, пора действовать. Приём заявок в иностранных вузах начнётся совсем скоро, затем последует ряд вступительных испытаний, к которым следует подготовиться. В этом году студенты стремятся в Россию, Италию, Францию и Швейцарию. Особенно популярны Германия и Голландия. При поступлении не отказывайтесь от помощи профессионалов. Специальные агентства по набору студентов уже начинают работать с подопечными. Каждый год новые изменения вступают в силу, новые программы открываются, открываются новые возможности для поступления и также сложности с поступлением. Потому желательно быть в курсе всех изменений. И организации в данном случае обладают этими знаниями, а также опытом и могут помочь студенту грамотно и вовремя оформить документы. Учись учиться. Поступить в вуз, особенно в вуз иностранный, целое искусство. И здесь недостаточно, чтобы профильный предмет отскакивал от зубов. Нужно знать все тонкости, чтобы не терять время, нервы и деньги родители выпускников и отправляются в агентство. Поступающих много, а это значит, что борьба за квотные места будет жаркой. Первым делом придётся продемонстрировать уровень владения местным языком или английским. И, конечно же, точно определиться со специальностью. Каждый год студенты нас удивляют. Если раньше самыми популярными профессиями была экономика и право, и бизнес в особенности, сейчас ситуация радикально изменилась. Меня радует то, что наши дети заинтересованы в выборе специальностей таких, как геноинженерия, биотехнология, бионика. Кроме того, хорошие университеты отличаются ещё и тем, что каждый год вводятся новые специальности. В особенности популярны cross-cultural industries. То есть это факультеты, которые объединяют, на первый взгляд, самые разные специальности. Адаптационный период в новом пространстве – первый семестр. В это время студенты глобально меняют свою жизнь и должны выйти из зоны комфорта. Как правило, первые полгода также и максимально затратные. Квоты выдаются студентам при наличии высокого среднего балла и по результатам вступительных экзаменов. В остальном сумма варьируется от 1500 до 12000 евро. Родителям придётся принять во внимание и объём бытовых расходов студента. Ещё полгода назад он жил у Атлантического океана, а уже сегодня ездит в молдавских маршрутках и учит молдавских детей. Уроженец американского штата Джорджия Роберт Аллен, едва окончив университет, перевернул свою жизнь. На целых два года приехал волонтёром в Гагаузию. О приключениях американца в Молдове в Международный день волонтёра расскажет Дарья Букатарь. Своим ученикам из обычного Камрадского лицея 21-летний учитель английского при встрече даёт пять или отбивает кулачок. Нетипичное для преподавателя поведение похоже детям только в радость. Обычно у Роберта три-четыре урока в день, и каждый из них молодой человек старается сделать максимально увлекательным. Помогает ему местный учитель. Мы восемь лет добивались волонтёра. Мы очень рады, что у нас Роберт есть. А дети вообще обожают. Они даже и родители мне тоже звонят и говорят. На фоне того, что у вас появился волонтёр, мы уверены, что у нас у детей проблем не будет с английским. Он хороший. Он вообще крутой. А кто по себе нравится? Он хорошо играет в баскетбол. Он нам всегда придумывает разные задания, иногда даже показывает мультики. Короче, он очень классный. О Молдове Роберта не знал ничего до этого лета, когда подавал заявку. Я обнаружил, что это самый плохой стране в Европе, неизвестный стране в Европе. Это очень впечатляет меня, чтобы приехать сюда, чтобы приехать сюда, где не много людей знают. И, когда я был здесь, я реально не могу сказать, почему. Фантастические блюда готовит Роберту тётя Нина. У неё он и живёт, и от неё же узнаёт всю правду о жизни в Камрате. В своём постояльце женщина души не чает. Я сперва сомневалась, может, но потом я смотрю, он в школе и в лицее везде хвалит, что он такой плов нигде не кушал. Или гречку, лапшу и борщ. Всё, а плацинту, как он любит гагаускую? Одиноким Роберту не дают себя почувствовать ни на секунду, ни местные жители, ни другие волонтёры. Я говорю цуцуб по-русски. Например, меня зовут Мария, я испанка, и я работаю с Ассоциацией Мираз Мордова. Мария и Максим – волонтёры, но уже из европейской организации. Они делают видео, фото и интервью, чтобы рассказать в интернете с целью распространения гагаузской культуры. Все волонтёры из разных стран, но цель у них одна – каждый надеется, что после его отъезда что-то изменится к лучшему. Мой план – это заплатить на технологический грант, и, может быть, тысячи долларов, и иметь проекторы в каждом классе. Вместо того, чтобы иметь на телефоне, мы используем технологию и иметь классы быть более интерактивными. Всего в Молдове служат около 120 волонтёров из организации Peace Corps. Это всё, о чём мы вам хотели рассказать сегодня. О развитии событий смотрите завтра в 6 вечера и 21.00. Если вы хотите нам что-нибудь рассказать, пишите и звоните по адресу и номеру на ваших экранах. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!